В этом году педагогический состав Видновской детской школы искусств пополнился новыми преподавателями. Многие из них имеют большой педагогический опыт, а кто-то только начинает свой путь в качестве наставника. Пришли на работу молодые специалисты, некоторые из них только закончили колледжа. Кто-то уже имеет опыт работы и закончил Московскую консерваторию. Вообще я хочу сказать, что у нас работают высокопрофессиональные преподаватели, которые обладают профессиональным творческим потенциалом и педагогическим образованием. Педагог школы искусств – это прежде всего творец, которому сцена и эмоции слушателя нужны как воздух. Поэтому на традиционном концерте преподавателей в очередной раз учителя показали свой высокий профессиональный уровень и поделились огромной любовью к музыке, с гостями вечера, а главное – со своими воспитанниками. Ольга Перова – преподаватель по классу флейта и считает, что основная задача педагога – заинтересовать ребенка и максимально раскрыть его способности. Я считаю, что все дети в какой-то степени способны. Тут уже, мне кажется, лучше обратить внимание на его личные какие-то желания. Поэтому, если ребенок где-то услышал флейту, она ему понравилась, то, конечно, лучше отдать своего ребенка на флейту. А так, я считаю, что все детки талантливые. Не только новые преподаватели пришли в Видновскую школу искусств, но также в этом учебном году заработали и новые отделения. Орфистка Айдана Карашева рассказывает, что на своих уроках будет уделять внимание не только музыкальной части, но и эстетике выступлений. Всегда, когда орфистка выходит на сцену, она не только передает красоту через звуки, но и своим внешним видом. Он учит будущее поколение уважительно относиться к истории, к искусству, к инструменту. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети, которые будут обучаться на этом инструменте, изучали, знали все тонкости инструмента. На данный момент на класс арфы записались 9 человек. Одна из них – 10-летняя Полина Тарасюк. Девочка уже обучается игре на балалайке, но этот необычный инструмент покорил ее чарующими мелодиями. У нее волшебный звук. И она в большую часть всегда участвует в моем любимом балете «Щелкунчик». И музыка становится такой волшебной. Для зрителей в этот вечер прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Джакому Пучини. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Продолжение следует...